Сегодня у нас 7 марта, вышли на улицу, была тревога, тревога закончилась, вышло солнышко, ну и мы решили пройтись. Сегодня у нас начинается ярмарка цветов, но вот мы сейчас идем туда, приближаемся. Но я не вижу, чтобы там прям большая была ярмарка, но подойдем поближе, посмотрим, я вам покажу, какая там у нас ярмарка. Какая-то она такая слабенькая, могу сказать, трошки слабенькая. Вот такие у нас тут цветочки красивые, такая красота. Красота, красота. Ну давайте, а можно двести, например, попробую? Да, сейчас я вам все покажу. Катя, вот эти вот красивые, фиолетовые, очень, как пиончики. Такие вот букетики. Если бы еще было чуть потеплее, чтобы еще весной совсем пахло. Здравствуйте. Вашу красоту немножко хочу в ленту снять. Здравствуйте. Красивые, очень красивые. Чуть бы теплее, правда? Но завтра вроде бы будет теплее, может завтра хоть получше будет. Завтра моя будет плюс пять. Я и восемь читала, что плюс восемь. Ну пусть хоть плюс пять, и то хорошо. Такая краса. И розовая, и сиреневая. А мимоза какая пушистая. Ой, какая красивая мимозка. Пушистая, пушистая. А сейчас их что-то не ждать. Они бы завтра выкинутся, что зим будет или нет? А что, как тиждень? Не, не, ну не то, что они там подъянуты или что-то там. Красота, красота. Ну, они же вытягиваются. Они по скрымке. Так, а тут в горшочках. Сейчас посмотрим. Ой, и эта красота какая. Да, пожалуйста. А по чем такие у вас? Вот эти по 150. Ой, какие красивые только. Смотри, какие красивые слова. Красота. В общем, вот такая у нас небольшая ярмарка. Я что-то думала, что будет побольше. Ну, может, завтра еще. Квитковый ярмарок. В общем, мы пришли домой, потому что, ну, гулять было прохладно. Такое, как бы, ощущается минус два. Вообще-то плюс один. В общем, мы немножко прогулялись, подышали свежим воздухом. Показала вам цветочки. Зашли в магазин. Так захотелось борща. Такого, знаете, настоящего украинского борща. Купила вот такие вот ребрышки. Маленькую капусточку, потому что большая мне не нужна. И купили багетик. Беленький такой багетик. Завтра же 8 марта. Делаем бутербродики с икрой. Как бы отпразднуем этот праздник. А вчера, я вам вчера не показывала ничего. Я вчера была в АТБ со Славочкой. Мы купили скумбрию. И я ее засолила. Я вам сейчас покажу, какая она у меня красивая получилась. Сегодня мы ее будем пробовать. Такая вот у меня получилась скумбрия. Она еще в рассоле. Вытащу. Сегодня я напечу картошечки. И покажу, какая она получилась. Ну и, конечно же, расскажу, какая она получилась. Но это еще не все. Я получила посылочку. Сейчас я ее открою, померяю. И вам все-все покажу. Так хочется, чтобы мне все подошло. Прямо очень хочется. Ну, сейчас все по порядку. Вот такая вот футболочка. Нежно такой розовый цвет. Тут такие камешки. В общем, вот такая вот футболочка. Наверное, приятная к телу. Такая хорошая, хорошая ткань. Ну, вот такая вот футболочка. Это первая. Сейчас я вам покажу вторую. И вот такая вторая футболочка. Вот так вот она смотрится. Черненький такой цвет. Иду, Славочка, сейчас покажу. Я сначала снимаю, а потом тебе покажу. Ну, вот такая вот, смотрите. Такая вот футболочка. Иду показывать Славочке. В общем, Слава сказал, что это ему понравилось, а та с надписями не понравилась. Ну, а мне понравились обе. И это. Вы знаете, я эту выбрала футболку. Почему? Я вам сейчас скажу. Очень давно, когда-то, одна моя знакомая ездила во Францию. Ну, в то время это было очень... сложно было попасть туда. И она приехала и привезла оттуда футболки. И я у нее купила одну футболку. Тоже она была черная. Только здесь она была как белыми горошками. Такая вот ткань приятная. И я ее так любила. И причем она хорошо стиралась. Ничего не смывалось. В общем, цвет оставался как надо. Я ее настолько любила. И когда я увидела эту футболочку, я посмотрела, и мне вспомнилась та. И думаю, ну, почему бы и нет. Хотя, как бы на лето, может быть, черная футболка и не очень-то и нужна будет. А там, почему бы и нет. Здесь, не знаю, видно, не видно. Здесь резиночка такая идет небольшая. Ну, в общем-то, я еще переживала, что она будет на меня немножко маловато. Потому что пока я там начала заказывать, уже ту, которая побольше, размер, забрали. Ну, в общем, как бы так. В общем, я довольна. Все. К 8 марта я с подарками. Такой у нас ужин. Такая вот скумбрия. Собственного приготовления. Печеная картошечка из духовочки. Хлебушек. И вкусное-вкусное домашнее маслечко с лучком. Ну, нам, конечно же, приятного аппетита. Славачка, тебе приятного аппетита. Ну, будем ужинать. Ну, в общем, мы уже поужинали. И я решила вам рассказать по поводу этой селедки. Значит, Славику очень понравилось. А мне, ну, как говорят, есть такие небольшие нюансики. Ну, по поводу засолки, по поводу этого рецепта. Значит, в этом рецепте у меня была соль, сахар, горький перец, душистый перец, кинза, лавровый лист, подсолнечное масло и уксус. Ну, в общем, что я могу сказать? Как на мой вкус, ну, я, мы купили их три штучки. Вот одну я сделала, две лежат в морозильнике. Как на мой вкус, я, конечно, немножечко следующую хочу по-другому замариновать. Ну, во-первых, я, наверное, все-таки буду использовать морскую соль. Сахара я бы положила, там у меня по рецепту ложка соли, пол-ложки сахара. Наверное, сахара я положу чуть-чуть больше, а соли чуть-чуть меньше, как на мой вкус. Немножко получилось соленоватая, хотя Славику очень понравилось, говорит, мягкая. Мы перед этим покупали такую селедку уже готовую в сельпо. Вот там такими большими кусками она режется, но там была такая жирненькая. Это не очень жирненькая, хотя Слава говорит, хорошая, жирненькая. Ну, чем больше рыба, тем она, конечно, больше жира нагуляла. Тут как бы не очень большие тушки, ну и тем не менее. В общем, и посмотрю, а, еще и гвоздику добавляла. Это все было по рецепту. Ну, вот я посмотрю, хочу следующую сделать именно с морской солью. Может быть, будет какой-то вкус немножко по-другому. Но в принципе, в принципе, во-первых, быстро она засаливается и вкусненько. Ну, а по цене я могу сказать, что, ну, конечно, самому делать дешевле. Дешевле, потому что мы тогда покупали три таких вот куска нам получилось сто гривен, а сейчас у меня три рыбешки сто восемьдесят. Ну, в общем-то, я считаю, что мы тогда купили эти три кусочка, мы их скушали за один ужин, а тут у нас получилась одна штучка на ужин, еще две у нас остается. Ну, в общем, как-то так. Ну, попробую еще немножечко по-другому засолить. Я думаю, что, ну, расскажу, как вкусно будет, невкусно. Ну, в принципе, и этот рецепт неплохой, ну, хочется его еще немножечко усовершенствовать. Ну, в общем, с вами поделилась. Славик говорит, будем ночью воду пить. Говорю, ну, посмотрим, будем или не будем. Поделилась с вами. Ой, ну, понимаете, девочка, она не может, она не может, чтобы вот не прийти и не залезть на меня сверху. Ну, моя ласточка, моя хорошая, моя любимая девочка. Ты послушная уже, да, послушная, послушная. Она мне на ушках песенки поет. В общем, на этом буду заканчивать свое видео. С вами спасибо, что смотрите. Но она не повернется к вам. Она, вот видите, она вот меня там на ушко, мне что-то шепчет, шепчет. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Ставьте лайки, дизлайки. Ну, мне, конечно, приятно отвечать на ваши комментарии, поэтому жду от вас еще и комментариев. Всем хорошего вечера, хорошей ночи, здоровья, успехов. Все будут добры.